ага слушай много чего всякого перепечатал два дня только этим и занимался чуть сидел рисовал вот пришел такой интересной мысли то что этот материал с одной стороны получается как бы доходчивый с другой стороны он получается как бы знаешь как в геометрии есть аксиомы есть теоремы пока не заученные аксиомы с теоремами не поработаешь здесь примерно та же самая картина получается то есть материал уровня именно аксиом и получается что не совсем как бы можно опереться скажем так на какую-то предыдущую информацию чтобы манипулировать им вот поэтому возможно будет частично сложно для понимания но в принципе как бы вывод я более-менее подготовил за недельку как как результат всего этого действия есть смысл просто доверять твоим словам нет нельзя тут нужно понимать я тоже могу ошибиться но то есть особенно вот этот материал который понимаешь сопоставлял в кучу как бы поставленные опыты но с измеренным и нарисованным мы попробуем плавненько потихонечку это дело рассмотреть то есть значит начнем с того что помнишь значит у нас центральная часть электромагнетизм составляет либо синус либо костюм 45 градусов данном случае 0707 вот единиц то есть то как мы до этого я рисовала так значит если мы берем любой витре собственно центральная часть получается диэлектромагнетизм 0707 но соответственно этот 0293 на остаточки вот но это если мы смотрим такой пропорции значит если же мы уходим от значения тригонометрической функции и переходим как бы к единичности вихревых объектов весь один объект состоит минимум из 6 но как бы в оригинале из 12 вот то мы получаем уже более-менее где-то вот такую картину то есть что у нас получается один объект то есть мы не 0707 центре выделяем в центре выделяем два радиуса по единице а уже 0 414 остаются стоять по краям значит что здесь получилось по измерения значит если привязываясь к проектированию любого объекта а какого допустим вот этот номинальный радиус вот этот допустим выбрать так вот получается что радиус допустим один дюйм можно брать удобно но диаметр минимум два дюйма при проектировании тогда более-менее все цифры сходятся без всяких проблем значит вот здесь я циферки меленькие напечатал буду именно говорить но я здесь взял просто при рисовании в данном случае есть два дюйма радиус и обрати внимание сколько у нас миллиметров получилось 21 миллиметр ушло как бы на электростатик вот эти вот 21 они нам сейчас дальше пригодятся то есть эта зона которую выходит пересечение так теперь значит это просто базовый вихревой объект как он распадает не распадается как разделен где у него зона электростатики зон электромагнетизма вид сверху значит теперь физически специально сделал одну картинку где примерно показал на примере соленоида но то есть вот у нас получается условно говоря вот труба его высота равна ее диаметру вот я то есть дать дальше я не буду показывать на самых на чертежах эти самые гармония то есть обмотку то есть я показал что вот она располагается в данном случае допустим вертикально но что у нас получает вот у нас есть провода которые лежат в ряд накручивая каждый следующий провод вроде как более-менее все стандартно то есть накручивая каждый следующий проводочек сюда мы начинаем добавлять емки получается что вот эти крайние провода у нас взаимодействовать между собой подпираемый скажем так с этой стороны емкостью только вот этого следующего это со средой вообще с внешней работать но и в итоге то есть как бы как каждый следующий виток получается он как бы набирает ну вот и вот это вот то что вот вот это вот эритро статическую часть вроде бы должно быть все понятно получается что неважно что у нас плоская обмотка а физически она вокруг себя вот так по виткам она создает вот такой вот электростатическое потоковое движение то же самое с другой стороны то есть для объекта у которого высота равна диаметру мы имеем как раз точку пересечения в центре и вот эту вот собственно рекомпонент ну то есть какой режим рассматривать значит если мы просто допустим на такую обмотку подаем чего угодно как мы привыкли подавать ток такой режим нас не интересует то есть до электромагнетизм в таком плане мы видеть можем проблем никаких вот но поскольку мы именно начинаем работать со спиновой частью то нас интересует только режим без токовый то есть в режиме стоящей волны но схеме чуть чуть попозже вернемся вот то есть как нам делать так чтобы у нас здесь провода с током были которые ни к чему не подключен вот это вот по основном основной проект проектируемой гармоники то есть высота получается высота обмотки вот это вот наша в данном случае она у нас является диаметром электростатического тора вот он по кольцу собственно проходит и он собственно определяет основную частоту взаимодействия нашей обмотки значит еще один важный момент вот здесь то что физически если рассматривать то здесь линия 0707 она выделена вот здесь потому что крайним виткам приходится взаимодействовать не только с плотностью как бы сказать образуемый ну или в данном случае с разрежением образуемого внутренними видками у них еще собственно говоря здесь идет как бы рассеивание на внешнюю сторону то есть если бы мы здесь чтобы рисовали график у нас получилась вот такая картина вот она как бы стенка блока зона 45 градусов которая расходится вот к этой части то есть принципе для этого же самого объекта можно вот эту зону нарисовать вот здесь вот такая вот картина получает то есть намотали мы обмотку значит у нее в режиме стоячей волны ее центральная часть 0707 приходится на электромагнитин то есть у него преобладает электромагнитина преобладает потоковое движение по кольцу по краю преобладает спина ну да теперь как происходит вообще процесс преобразования и вот этой вот структуры ведь прям он же у нас так как бы как мы говорим колебательный процесс он же не может находиться в одном состоянии что вот здесь у нас постоянно по кругу ламинарного движется электромагнитизм здесь преобладает электростатика вращения то есть рогоскалимать честно в данном случае это получается то есть в один момент когда у нас развивается электромагнитизм здесь в этот же самый момент как бы электростатика максимально надута и они получаются меняются местами то есть мы физически получаем этот момент то то есть скажем так тот объем среды увлеченный вот в эту внутреннюю часть электромагнитную через свой свои 90 градусов он соответственно у нас начинает преобразовывать точнее вылетать в электростатику вот сюда и он начнет уже вращаться вот здесь то есть поток который вот он был в центре он через 90 градусов уже начинает преобразовываться и уходить наружу то есть физически сама по себе вот эта вот картинка она по сути это говорит о том куда собственно вред из при в какие радиусы вписывает траектория потока преобразуемого какого-то линейного условно линейного движения где прибавляла линейная скорость потом вращать ну ну как бы сказать мини такая шкурка от апельсина получает низкая частота вращения по кругу распадается преобразуясь на высокую частоту вращения вращалась про статики самая балансированный объект и является именно видит любой живая катушка писаная все точно у нее получается вот такая вот картина то есть она здесь полностью соблюдает наш стандарт электромагнитив то есть частота в центре у нас максимально вот в то же самое время на целиком вписывается по гармонике сам допустим соленой формирование второй части к тому моменту когда у нас получается если мы рассмотрели момент что допустим у нас сейчас находилось все там в электромагнитизме потому что в тот момент когда электромагнитизм допустим имеет максимальную скорость по центру в этот момент означает что вокруг находится электростатика поперечной плоскости но опять же в максимуме создалось максимальное разряжение в этот момент может пролетать максимальная частота ты говоришь всегда вот резонансных именно системах которые уже в резонансе находятся то есть речь идет только про системы со стоячей волной то есть если мы просто сливаем как мы говорим ток то это никакого отношения к этим системам не имеет то есть мы фактически ведем речь про системы но условно бестоковые как тот же самый бифиляр tesla который просто лежит ни к чему не подключен у него на концах только напряжение в центре есть топ но он никуда не из него не выходит то есть речь только про системы по сути даже ни к чему не подключены то есть объемная организация устройств находящихся в объеме вот и как собственно они себя ведут то есть как их вообще можно хоть как-то спроектировать и так далее значит что у нас получается если у нас была одна полуволна сейчас мы попробуем то есть как я электростатическую часть можно сказать только ее оставляю только внешне грани того было может быть попроще визуально понимать куда идет преобразование то у нас получается если мы начнем строить для вот этого объекта перпендикулярную компоненту которая вот здесь находится вот она пойдет перпендикулярно здесь 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 и так далее физически мы сразу же приходим уже вот такой картинка то есть вот мы чему подходим то есть в тот момент когда у нас как бы затухает одна компонента и начинает развиваться вторая компонента то есть получается что если у нас наша электростатика было допустим вот здесь у нас у нас преобладал основной спины вращения по кругу вот здесь но это опять же присмотреть это же мы опять линейно рисуем а физически стоит понимать что это спираль второго порядка вот так моменту его получается как бы остановки у нас система переворачивается на 90 градусов то есть относительно габарита катушки это проектируется ответной гармоникой то есть вот на кубе это получается вот такая вот картина то есть если у нас была наша электростатика вот здесь то соответственно она она получается на кривы перерождается она будет находиться в горловинах то есть это второй так вот когда мы рассматривали то есть южный северный полюс на какой частоте они друг с другом получается как бы работать в тот момент когда у нас испытывает допустим противо эдс один полюс в этот момент второй полюс он как бы находится на 90 градусов сдвиги по фазе по фазе именно процессу в данный момент он не испытывает прямого противо эдс то есть наша катушка пульсирует через центр потому что у нее всегда как бы сказать получается один полюс испытал противо эдс она превратилась в цельную потом соответственно второй полюс два состояния которые не существуют одновременно да то есть то состояние которое мы то пытаемся в один момент времени рассмотреть а у нас получается что любую катушку мы можем разделить на два объекта если были они у нас подключены как общие то есть мы хотели а тут получается вот он это возвращаясь к истокам северный южный полюс который мы визуально регистрируем и так далее что у нас получается нас в один момент здесь происходит ускорение потока а вот здесь уже получается по сути торможение торможение и ускорение это разность и вот что у нас происходит ну то есть получается что то что предыдущий раз рассмотрели то есть любая обмотка которая у нас установлена любая емкость отрабатывающая, даже поверхность, но левая спина у нас получается условно идет допустим против потока, правой спины идет по потоку у них есть разница частот даже на основании поверхностной емки все вот это начинает сразу вкупе складываться то есть фактически то есть любая обмотка она всегда чувствует внешнюю среду она цепляется именно вот этим спином за счет чего полюса разные образуют вот наговорил много понять сложно возможно но придется потом повторять еще потихонечку надо осваивать да значит сейчас дальше приведу пример как у нас преобразуется как идет процесс преобразования тубе значит из одной плоскости в другую вот такая вот картина вот здесь уже именно с внутренними и внешними гармониками значит что у нас получается поскольку система напрямую то есть мы рассматриваем только системы которые как бы не подключены условно говоря и на них мы индуцируем но индуцируем только с помощью нем костей то есть не там где мы с индуктивности можем напрямую сюда вываливать только сколько нужно только там с ним костей то есть только то что сам может объект взять что у нас получается получается вот такая вот картина то что физически электромагнетизма в этот момент они зайти друг на друга не могут потому что будет возникать собственно высокочастотная зона отталкивания на вот этом вот месте где они проходят но преобразование обрати внимание видишь то есть у нас был здесь полюс он там нас был вот только что вы рисовали у нас был вот этим образован вот он вот она зона проходила через центр происходит что происходит в момент когда идет преобразование в другую сторону это момент перехода работа до работа совершенная как бы сказать в один такт вот в этой плоскости начинает переворачивать систему вот они те же самые горловины но уже стоят под 90 под 45 градусов и переводится объект под 90 как бы наш при этом они всегда сбалансированная получается что то есть сама по себе вихревая структура потока она как бы не подразумевает чтобы он сам в себя заходил и сам внутри себя отталкивал то есть он может только занять вот это собственно свое место то есть уперевшись друг друга вот именно электромагнетизм вот на зона отталкивания абсолютно упругого удара 0707 электро электро электроны они могут только друг друга заходить зонами электростатики ну и плюс саму электростатику когда мы здесь рисовали то есть как его понимать ее можно понимать как просто зубцы на шестерен ну и так далее то есть мы получается имеем как бы твердые условно объекты которые находятся вот на зоне говорю абсолютной упругости среди то есть это чисто световые частоты вот и вокруг нее получается мы имеем вот эту вот электростатическую шпуху которая собственно время по сути является зубцами от шестеренки потому что магнитика они сцепиться не могут а вот статикой могут да то есть сейчас это к этому сюда сейчас подойдем то есть еще бы хотел отдельно отметить еще интересный момент значит тоже сам тот же самый двухдюймовый соленоид и вот я единственная его изобразил немножечко в другом ракурсе то есть это получается вторая гармоника которая на корень из двух больше вот этого то есть поскольку у нас система начинает преобразовываться и линейный под 45 градусов у нас под 45 градусов вот здесь возникает то что если у нас было условно горе и не есть адресовать этот рисунок то увидим что появилась еще одна гармоника ну вот диагональ вот он диагональ это корень у корень из двух лепестки уже но то есть если грань единицы по диагональ корень из двух поэтому в времени с двух это получается та же самая гармоника только если мы встроим электромагнетизм не внутрь а снаружи пройдемся с тем самым как бы сказать происходит перепрыгивание через одну плоскость и мы выходим как бы знаешь на целочисленное исчисление то есть здесь у нас была внутренняя часть на корень из двух мы получили электростатику электростатику на корень из двух мы опять вернулись к электромагнетизм но то есть обрати внимание зона глубины захода здесь тоже самое 21 миллиметр то что вот выделяется на одинарный но тут она образуется половинками половинка от одного и пленка от другого образуется опять же зона то же самое цифры которые здесь у меня стоят то есть просто я взял за условия диаметра два дюйма поэтому они здесь будут как бы сказать все более-менее совпадать будут то есть на есть другие радиусы будут честно другие цифры поскольку относительно дюйма считаю но то они все вот такие выплывают интересный момент на квадрате угол наклона то есть вот она я отметил горловину вот эту где у нас как раз пересекается собственно говоря электростатика с электромагнетизмом то есть зона вот этого абсолютно упругого да то есть зона световых частот угол который образован вот здесь он получается 41,4 градуса ну там маленькие-маленькие дробности в хвостике есть они всегда будут то есть это 45 минус 3,6 то есть биение составляет одну сотую то есть все объекты которые имеют абсолютно как бы сказать сбалансированный идеальную форму идеальный центр вот это просто электростатические объекты они стоят на месте и как таковую мощность произвести не могут то есть электростатическая мощность это частота биение центра в принципе то что мы ток делаем и все остальное все то же самое если наш объект не имеет собственно говоря скажем так люфта при вращении относительно центра на что соответственно не имеет токовой составляющей к этому тоже потом отдельно подойдем но и соответственно дальнейшее преобразование уже вот этой гармоники через корень из двух вот сюда приводит уже вот такой вот штуковине то есть обратите внимание к чему мы подошли то есть мы имеем свою базовую гармонику которая полностью у нас осталось до этого мы ее помнишь когда проектировали два вихря поставлены друг на друга мы как раз вышли на зону 45 градусов вот они наши собственно для основные гармоники которые вот они и так это как бы к верхнему не то есть змейка помнишь который от этого вот вот она пошла туда дальше и сюда тоже самое портрет нарисовал вот это свое рада дочь этом от верхнего но это это собственно говоря от нижнего то есть вот они как бы два тара стоящие друг на друга только они здесь перевернули под 45 градусов физически как бы проектирование объекта приводит к тому что мы его как бы под 45 градусов изначально проектируем но про 45 градусов как бы наша горизонталь вертикаль это по отношению к 45 градусов как раз от отражения стоит другой стороны наши две плоскости 1 электростатика 2 электромагнитин еще не всегда под 90 по прямому да да а физически получается так вот по 45 находится вот она вот он вот он торг горизонтально стоит вот он 2 ну при определенной доли фантазии можно это все представить при определенной доли фантазии понять может вот таким образом и происходит как раз вот переход гармоники от одной к другой то есть через да и значит тут же сразу вылезает третья гармоника это мы сейчас только рассматривали проекцию на плоско если мы этот объект достраиваем дальше до куба то у нас получается следующий момент у нас имеется диагональ условно мы приняли за единицу у нас ой не не дигнать грань куба у нас дальше получается к нему есть диагональ которая дает вторую гармонику ну и соответственно если же мы его дальше достроим в объеме у нас еще имеется уже здесь была диагональ квадрата и грань квадрата и там же диагональ куба от точки до точки и мы выходим на наш стандартный рабочий треугольник треугольник и у нас единица корень из двух корень из трех это как раз то собственно говоря что мы как раз когда гармоники рассматривали вихре как раз вот мы вышли на эту же самую систему то есть ность эта система получается она как бы сказать в абсолюте показывает то есть физически говорю вот даже вот проектирование куба она показывает следующее значение насколько происходит биение а биение происходит следующим то есть угол вот это получается как бы центр вихря вот это вот там его ответная часть вот ответный треугольник пошел и вот он из таких частей как гофра в объеме начинает складываться собственно говоря и пошел значит что у нас получается у нас как раз получается биение по угловым значениям то есть 45 градусов на 100 и получается это как бы идеальный центр а у нас физически вокруг него получается с одной стороны сорок один и четыре с другой стороны как раз 48 и 6 вот мы собственно имеем что здесь что здесь 3,6 градуса на биение система имеет правильная организация имеет частоту биения центра одну сотую вот она собственно гармоника которая вылезает через одну сотую это по сути токовая составляющая электростатического вихря то есть в самом как бы сказать таком оптимальном соотношении то есть более глубокие гармоники то же самое можно вот здесь вот они то есть я 3,6 я сократил почему потому что в них содержится одна десятитысячная и тоже как-то приводил уже примеры он тебе сбрасывал уже помнишь когда графики когда графики частями там получается что то что пересечение квадратичных функций подходит значению 768 вместо 1732 тут то же самое у нас получается 0,36 то есть там одна десятитысячная гармоника сидит во всем этом деле то есть это при построении графиков глубже десятитысячных не бурился не позволяет как бы настольное черчение ну про биение это интересно то есть объедение это вообще отдельная тема отдельная тема построения всего этого вот потому что это и есть та энергия которую мы привыкли воспринимать то есть неустойчиво по себе электростатика то есть она как бы сказать это просто объект объект не создает механической работы если не вибрирует то есть вот это биение центра то есть пусть фотографию сверла я сбрасывал и как раз она так интересно на пятигранник собственно говоря просверливает мы это как раз тоже разбирали в одном из вариантов до этого именно рассматривали там как раз получалось вот этот момент если мы условно мы принимаем вот этот центр у нас получается что когда сверло сверлит она получается вот эту точку имеет опора если она получится проходит какой-то период угол потом получается вот здесь залипает проходит дальше вот здесь потом здесь залипает проходит вот здесь ну и соответственно вот она примерно вот такая картина получается в итоге вот мы получаем центр если мы берем 6 то есть проектирую абсолютно правильную как бы сказать систему у нас не происходит объединяя центральной части и и нет значит фактически работа не производит механическая работа ретростатикой не производится чем выше частота вибрации соответственно большего работа может произвести данный ретростатический объект так это еще не все это я только куб затронул потому что он самый сбалансированный ну как условно самый сбалансированный кубу все сваливается значит приведу значит сразу еще парочку параметров интересно вот допустим рассматриваем собственного соленоид с это опять же его меньше чем диаметр через корень и у нас диаметр 2 дюйма то есть 58 у нас высота что у нас получается в этом случае то есть вот смотри сейчас вот просто дальше будет хорошо видно почему куб сбалансирован смотрим следующее здесь сейчас изображены только крайние положения то есть сначала мы как бы сказать изображаем электромагнетизм потом получается что мы как бы этот же самый электромагнетизм рассматриваем но с точки зрения его проворота во времени на 90 градусов по сути наш поток находится в электростатике то есть и мы поэтому просто поочередно рассматриваем внутреннюю диаметр внешний диаметр и смотрим чтобы система в этот момент была не нагружена то есть если мы если мы допустим используем что у нас вот лет то есть находим внутреннюю точку вот допустим вот этот внутренний диаметр которая здесь получился в этот момент наружный диаметр здесь он не может перейти через центр вот он как бы южный полюс вот он северный полюс они же не могут друг друга за это не могут есть строгая точка раздела только через более низкой частоту нет но физически в одном объекте они проникнуть друг друга не могут это свойство фактически вихревого объекта то что у него есть строго то есть вот стенка блохо либо вот зона раздела северного южного полюса так можно сказать то есть если мы вот мы взяли собственно и вот мы провели вот мы один полюс учертили вот мы второй полюс учертили понятное дело что без вторых объектов вот такое завихрение сверху не совсем существует они не такой форме но все равно разваливается в стороны но нас интересует именно гармоническое построение вот мы нарисовали верхнюю часть нижнюю часть они проходят строго через центр смотрим сколько места осталось для бокового электромагнетизма в этот момент вот она здесь осталось внутри здесь у нас получается значит где высота то есть вот через корень из трех высота значит она составила 2 дюйма диаметр гармоники полюса составил 4 дюйма вот при этом внутренняя часть которая тут составила трудное значение 32 и 7 значит вторая обратная ситуация теперь наоборот когда боковая вот эта вот часть у нас максимуме находится вот это и вот это соответственно она получается как бы наш полюс зажимает вот сюда смешан он он как в центру выделяется сюда и сюда тут вообще хитрую штуку получаем то есть при корень из трех вот таком объекте то есть у него диаметр в корень из 3 раза больше чем высота мы получаем интересную картину то есть вот в этот момент времени у него частоты равные то есть частота вот именно электростатики на обмотке она равна частоте электростатики шару фактически вот этому который находится в горловине то есть и мы получается то есть когда мы независимо систему питаем это то есть что значит питаем мы мы же не можем подать электричество на звуковую волну чтобы она звучала не может мы используем что-то звуковая волна находится уже как бы сказать в колебательном пространстве посреди самая с электричество то же самое здесь то есть мы сейчас рассматриваем как будет вести себя определенная геометрия обмотки в ненагруженном виде то есть она по сути начнет вот она пульсировать такого положения на такое положение значит при этом мы можем оценивать а насколько у нас коэффициент преобразования соответствует как бы родному то есть родной коэффициент у нас идет преобразование через центр опять же вот он который который наш вот этот 0707 центр 3 и его краешки то есть это собственно вряда там все и остается что саша ты мне пришли пожалуйста эту картинку объект 0707 зона 51 требует то есть фактически что то есть взяв объемную любой допустим наш объект который мы хотим намотать но вот и допустим ввести в электростатический резонанс но то есть мы можем заранее ему спроектировать а что у него будет получаться по гармонике то есть физически вот это по краям это по сути торт из вот эта же самая гармоника это может быть реальная спираль второго порядка то есть мы можем взять основу намотать даже просто индуктивный но если мы ее там тоже самую бифилярную сделали этом запитали то есть только на как бы емкостным способом запиталась но то есть не прямым током то она точно так же повторяет все вот спираль второго порядка на прям тора нарисован но это не мешает собственно реобычного соленоидом намотать намотанного допустим на трубе иметь такую же самую форму этой же самой гармонии и самое главное это то что габарит задает вот эту пульсацию насколько он будет преобразовываться от большего к меньшему то есть тот момент когда один полюс испытывает противо эдс матрешки русские вещь вырисовываются бойко встанька да тот тот момент когда один полюс находится здесь второй находится вот здесь то есть здесь происходит передавливание то есть вот один объект вот второй объект а вот третий объект 2 происходит постоянное передавливание то есть переобразование мощности из этого через вот этот к верхней вот она 123 и объекта тор и два шара в выпуске это была гармоника через 173 взял дальше очень интересный объект не страшная да очень интересный объект просто один к трех то есть вот он допустим наш соленоид которого ширина в три раза больше чем его высота значит у него получается наоборот недобор по зоне вот этой вот она уже меньше с него здесь получается допустим два дюйма высота всего лишь 42 миллиметра вот здесь вот составляет внутренний как бы сказать электромагнетизм то есть вот тоже та же самая гармоника видишь которую мы изначально сразу спроектируем мы взяли кольцевую сюда сюда то что вам то что будет образован списываем в нее следует на следующую окружность то есть веры южный северный полюс спроектировали вот значит дальше получается что это мы если внешний край взяли теперь получается наоборот северный и южный полюс мы прижимаем к максимуму куда они могут вложиться то есть у них три точки касания есть центр есть края обмотки вот сюда мы этот шар вкладываем он меняет диаметр при этом соответственно он у тебя допустим сжимает другую вот эту тем самым мы получаем насколько этот объект у нас вибрирует как он вибрирует пространство этот смотри какие интересные вещи получать объект который один к трем у него диаметр максимальный гармоники здесь в данном случае составил 254 миллиметра вот эта большая то есть по сути мы получили один десяти относительно дюйма до один к трем собственно вред дает вот такую гармонику так вот вот как надо правильно индукторы рассчитывать для теслы вот он как раз тебе нарисовать доктор сейчас я сейчас до объясню дальше по поводу вот вот этой штуковины потому что здесь эксперименты проводил значит внутренняя пульсация составляет значит здесь у нас получается 10 дюймов внутренняя составляет 8 дюймов или другими словами 4 5 5 4 как угодно кто там как поможет магнитная составляющая да то есть пульсация то есть у соленоида три к одному происходит пульсация полюсов на гармонике 4 5 но но при этом основная несущая вот это вот высокочастотная она здесь имеет 15 и внутренняя часть она не соответствует то есть у нее как бы сказать не стабильная вот эта вот часть боковая но то есть для вот такого вида соленоида используются именно вот эти вот большие наружные значит проверяли вот эту штуковину просто поначалу нарисовал такую вещь получается ну как бы слишком большие как бы вроде бы габариты и получается если мы проведем вот он допустим у нас где стоит обмотка вот здесь вот здесь но получается если мы проведем вниз пунктирные линии то мы вроде как должны получить стоячую волну но где-то минимум вот здесь то есть вроде бы смотришь визуально кажется то есть я когда эксперименты проводил там какую-то катушку взял такого плана значит там получилось расстояние расчетная то что катушку нужно поставить расстояние 18 сантиметров от другой чтобы поставить ее на режим стоячей волны знаешь как визуально берешь и кажется на что-то как бы дикая потому что ну как бы не вроде бы что-то не то слушай ты не поверишь все полностью совпало именно на этот этом расстоянии то есть вторая катушка стоит стояла естественно в режиме емкости измерялся ток на резисторе то есть тот который она наводит по сути бифиляр tesla то есть мы измеряем ток который наводится в его центре именно на высоте стоячей волны по вот этой громадной гармоники вот здесь создался максимальный топ геометрию когда проходили тоже я занимался такими опытами мотал большие такие вот катушечки не катушки вернее соленоиды 21 сантиметр диаметре наружу и друг на дружкой располагал тоже смотрел где у нас ответочка придет то же самое участие показал вот то есть здесь действительно то есть проектировав изначально гармонику мы абсолютно четко понимаем на каком расстоянии и где у нас должны стоять другие объекты для того чтобы они взаимодействовали опять же если мы хотим совместить допустим для работы две разных катушки то есть вот тут вот достаточно важный момент то что основную работу у нас выполняет основная у нас как бы высокая частота вот это и вот это которая по краям то есть если мы хотим ее использовать для работаем ну как можно дальше в комбинированной системе то есть вот это вот это по сути как бы проектирование обратной связи вот это вот то что мы предыдущие того рассмотрели то что допустим вот сюда можно поставить вторую катушку сбоку вот здесь и вписать вот так да получается что по высокочастотной компоненте они друг с другом здесь прекрасно работают но высокочастотной компоненте она еще здесь то дополнительно разваливает вот один спин пошел вот он второй спин пошел и здесь получается лишь какая картина хитрая то есть здесь высота этой обмотки как раз ровно соответствует у нее получается здесь именно половина обмотки раз увлечена вот этим вот спинам сюда вторая часть вот это вот она инерционная та которая дальняя по сути даже вот это вот сочленение но задевает только одну четверть физическую и вот эти вот большие гармоники мы получается что не просто создаем как бы сказать пульсацию в пространстве а мы начинаем потихонечку заставлять их не просто пульсировать а еще и вращаться вот вот биение центра начинаем делать вот эту самую большую сейчас если мы перерисуем вот сюда вот к этой части а только нижней части потом к боковой получается что вот это знаешь как эти штуковина в которых эти рисовать ручкой шестереночку крутишь она пошла фигурки вырисовывает вот шестереночка по шестереночке одекать вот здесь примерно то же самое получается то есть у нас есть один объект мы получается со смещением как бы на него накладываем второй объект чтобы он перейдет потом на него накладывается 3 объект накладывается 4 объект и вот мы получаем примерно ту же самую картину вот она центре там как раз вырисовывается вот это вот биение биение центра для всего этого большого объекта то есть вроде бы как мы работаем с частотой именно непосредственно на обмотке то есть с более высокой вот этой по электростатике и тем самым низкая частота у нас образует основную полость который еще создается основная центральная вибрация это тоже еще не плавно переходим от геометрии если устройств с я устройств и устройств к проектированию уже конкретно да и прошло и да значит еще но немножечко задену квадратную еще вещь значит это должны были в принципе многие видеть но значит вот наш собственно говоря квадрат сразу же с построением двух гармоник то есть обрати внимание проектируя основную гармонику вот здесь допустим на его ребре мы автоматически получаем 45 градусную которая корень из двух пополам вот они которые они спроектированы теперь если для вот этого углового дальше проектировать мы получается еще раз корень из двух на корень из двух и получаем один двум и визуально это простейшим образом делается вот таким вот то есть мы получается накладываем 1 объект на 50 процентов на другой то есть получается что вот мы имели один объект до 50 процентов он пересекается с другим объектом у нас в центре создается вторая частота вот она в центре между нее но мы допустим вот это вот это четыре объекта прямоугольные которые вот они пожалуйста образуют полностью весь гармонический ряд ясно как располагать оптимально . квадратные объекты будет делать а вот он красный крест и все остальное значит теперь возвращаемся к самому сбалансированному объекту значит вспоминаем такую интересную вещь то с чего начиналась наш электростатическое следует все частицы которые исследовал наша физика имеют полуцелый спин то есть мы тогда предположили что полуцелый спин это соответственно предположить это одна вторая но тогда для электростатики это будет все наоборот 2 к 1 мы получили такую интересную вещь что такое 2 к 1 то есть когда у нас получается диаметр вот так получается 2 радио с этой стороны у нас получается то есть диаметр сечения тора равен двойному точнее общий диаметр два раза больше чем диаметр его сечения то есть вот он по сути то есть для электростатики обратный то есть для электромагнетизма полуцелый это когда они заходят друг в друга то есть там обратная ситуация то есть вот у нас один там получается заходит другой то есть у него получается диаметр тора два раза меньше чем диаметр сечения но здесь у нас для единичного электростатического тора ситуация обратная то есть диаметр сечения в два раза меньше чем диаметр тора по сути мы видим такую вот правильную фигуру в котором центр составляет одну треть так вот что же у нас получается если мы сделаем такой же самый соленоид у которого высота равна 50 процентов от диаметр с один дом получаем вот такую интересную картину чистая русская матрешка самое главное что то есть вот эти значения вот я здесь подписал полностью то есть внутренний значит дюйм это я просто так привел здесь для сравнения есть у нас общая высота соленоида 2 дюйма то корень из двух разделить на корень из двух мы получаем 3593 3593 это в свою же очередь является наоборот в большую сторону то есть если 25 и 4 мы умножаем на корень из двух мы получим опять же 3593 вот она двойная преобразование гармоническая которая приводит к образованию гармоника 1 2 То есть у нас есть дюймовая И у нас есть двухдюймовая При этом она переходит строго То есть корень из двух умножить на корень из двух В итоге на два получается умножаем И теперь смотри, что получается по гармоникам Вот с этой стороны специально не стал Лишнего рисовать То есть Вот эти две окружности Они как раз построены через Тот же самый наш корень из двух То есть внутренний диаметр составляет 0,707 от внешнего И смотрим, как у нас вписываются основные гармоники полюсов Значит, у нас получается такая картина При высоте соленоида в два дюйма Пульсация полюса составляет От трех дюймов до пяти Причем просто габариты Намотки, собственно говоря, нам выдают строгие отношения То есть мы получаем здесь три пятых Ну эта фигура получше, чем корень из трешной Да, нет, я поэтому специально привел сначала к корень из трешную Чтобы можно было с чем сравнивать А с чем сравнивать почему? Обрати внимание То есть вы получается что? Когда мы изначально, говорю, вот этот круг 0,707 проводим Можно учитывать что? Это то есть те физические габариты Куда у нас поток улетает Из внутреннего к внешнему И здесь, в этом случае, они полностью совпадают То есть понимаешь? Вот этот внешний не заставляет, как бы сказать, вибрировать центр вот этой части Там он не совпадает То есть там не соответствует То есть внутренний вот этот диаметр не соответствует внешнему То есть не идет они через корень из двух То есть там у них наблюдается вибрация То есть А вот это вот Именно Которые два к одному Это получается, ну как можно сказать Самая стоячая волна среди стоячих Ух, какая стоячая Да То есть она физически занимает одно положение в пространстве У нее нет вибрации То есть это объект, который, собственно говоря, готов стоять просто на месте и вращаться Ну или для компоновки готовый Да Он физически не изменяет положение в пространстве То есть вот это является одной половинкой Одной половинкой для построения куба То есть по сути-то сейчас мы с тобой рассматриваем как раз половинку от куба Правильно? Пол куба, так и назовем Пол куба, да, рассматриваем А другими словами Мы с тобой сейчас рассматриваем верхушку Как бы не трон То есть мы куб рассмотрели как единое целое Но мы в то же самое время рассмотрели Что он испытывает северный и южный полюс Как бы сказать Взаимодействие там Или противодействие среды в разное время То есть вот оно что получается То есть физический объект, который находится там То есть вот он стоит тор сверху на кубе И точно такой же можно поставить снизу И они прекраснейшим образом друг друга И они начинают друг с другом прекраснейшим образом взаимодействовать Значит если же разносить в пространстве То тут получаются вообще интересные моменты То есть если мы допустим вот к этой гармонике вниз Делаем вниз проекцию Смотрим где сюда следующий становится такой же То следующая сюда вписывается через 3 четверти от диаметра Ну то есть вот этот вот который один к двум Он полностью выполнен да по реальным стоячим волнам Очень близким к акустике Потому что ну знаешь Скорость распространения там 200 с небольшим метров в секунду Это как бы мизер Ну то есть по сути реальная стоячая волна Но это больше относится к устройствам на воздухе Вот это наша собственная Да Саша Да геймптепп А это больше относится к устройствам на воздухе На воздушном сердечнике Я имею ввиду чем Ну естественно Свободные гармоники могут быть построены только в свободном пространстве Вот значит смотри Тут еще у нас получается очень важный момент С дальнейшим объединением Как бы в общую систему гармоник То есть когда мы с тобой рассматривали куб Там вроде бы все понятно Когда мы рассмотрели его половинку То что он делится на две части То получается у нас отсутствует Немножко как бы сказать алгоритм Как правильно связать две половинки Чтобы получилось одна Одно целое Тут у нас вылезает такая интересная вещь То что если мы допустим просто намотали обмотку Сделали ответвление от центра У нас есть проблема На электростатическом плане Изображу таким образом Вот это наша зона электромагнетизма Неважно чем она образована Вот она наша зона электростатики И вот я сразу рисую то что у нас электростатика Это по сути наша шестеренка Вот у нас центр вращения То есть что получается Если мы вторую обмотку Начинаем мотать прямо же отсюда Я сейчас другим цветом изображу То есть вот у нас первая обмотка Допустим она вот так закончилась Вот у нас центральный отвод Мы пошли дальше мотать У нас получается следующая картина Вот наша вторая часть Вот для второй части Ее зоны электростатики Ну и соответственно вот ее шестеренка То есть что мы видим Мы видим полную Так сказать Как это называется Полный диссонанс В том плане что Частота которая может быть По электростатике образована Вот с этой стороны Она у нас Своя как бы родная А вот здесь в центре Мы их сдвинули вплотную И мы получаем Вместо объекта Вот этого Который через 0,707 Весь спроектирован Мы с тобой получаем Как раз два объекта Как будто полюс У нас не в той стороне Мы получаем Два вот таких объекта Как вы видели Смещёнными центром Вот это мы получаем То есть у нас отсутствует Вообще Одна частота Выделенная по электростатике То есть для того Чтобы нам Эти два объекта Могли И проблема Следующая В чём заключается Значит Мы не можем Сделать так Чтобы этот соленоид И вот этот соленоид Электростатику Начали вращать В одном направлении Допустим Вот они Последовательно Включаются Сюда и туда В одном направлении Они не смогут провернуть А почему? Ну потому что Шестерёнки-то в лоб идут То есть две шестерёнки Могут вращаться Только навстречу Если они находятся В зацеплении То есть для того Чтобы система Не находилась В зацеплении У нас по сути Как раз и есть Этот нормальный Уже готовый коэффициент Вот он То есть получается Взяли мы Высоту обмотки Точнее Высоту На то На что наматываем Либо если Это тор Делаем То тор Получается Мотается По внутреннему Диаметру То есть При этом Кстати очень интересная Пропорция получилась А внутреннему Ты имеющий виду Магнитному Да Именно По электромагнитной Компоненте Тогда получается Что Если у нас Уже рассматривать Две шестерёнки Вместе С электростатикой То мы уже Без проблем Можем объединить То есть Вот у нас Есть одна Со своей зоной Снаружи Вот собственно говоря Мы здесь Располагаем вторую У нас Тогда Всё складывается То есть Ну тут уже Это не важно То есть Вот сейчас Они Вращаться В одну сторону Могут Всё Они не мешают Друг другу И в этот момент У нас Собственно говоря Получается С тобой Вот здесь В центре Очень важная зона Вот здесь Потому что Здесь в центре Получается Вот здесь Вот сюда Поток идёт А вот здесь Вот сюда Поток идёт То есть Вот эта Центральная часть Я прямо Её красным Отмечу Это зона С Максимальной силой Лоренса Которая Соответственно Направлена Либо на нас Либо от нас При этом Система Она не нагружена То есть Вот эта Вот промежуточная Зона Вот Она образована Просто близким Расположением Двух вращающихся Объектов В разные стороны Вот тебе Пожалуйста Это аналог Двух поездов Вот оно Всасывание В поперечную плоскость Как раз между ними То есть Если же Мы проектируем Объекты Которые должны Находиться В зацеплении То мы можем Друг на друга Как раз Зонами электростатики Завести Соответственно Тогда работает Реактивка В сцеплении Но Если мы уже Подводим Электромагнетизм К электромагнетизму Мы однозначно Получаем Вот такие Вот проекции То есть Все Вот у нас В упор Два электромагнетизма Подошло Система Может быть Только эксцентриком Да И статики Разъехались Да То есть Электростатика Получается Внутри Высокочастотная Снаружи Низкочастотная Это вот Не напрасно Я рисовал Эти цветочки Цветы жизни Очень пригодился И по поводу Электромагнетизма Который внутри Значит Он имеет Интересное отношение Вот я его сейчас Выделю отдельно То есть Если здесь Центральное Вот это вот Отверстие Ровно Одна треть От всех Вот этих Наружниц То зона Электромагнетизма Вот этого Видишь Я Торик Отдельно Выделил Да Да Вижу Вот То есть У Торика Вот это вот Центральное Дырка Она получается Где-то Порядка Десят Один Процент Ух ты Да То есть Если мы Получается Мотаем торт Ну как мы Принцип И делали Если вот Для поперечной Обмотки Или еще Чего То есть В маленькую Дырку Не вмотаешь Мне как Показала практика Очень маленькая Дырка У Тора Резко снижает Его добро Вот получается Тор Взяли Мы 100 Миллиметров То есть Условно Горя Дырка 50 51 Одна Вторая Так что Мы Все Переначали Не один К трем Нет Не забывай Мы С одной Стороны Это мы Это мы Делаем Идеально Сбалансированные Системы Это Откуда Баланс Если же Ты делаешь Единичную Систему То Для того Чтобы она Тебе Произвела Работу Тебе В ней Нужен Дисбаланс В ней Нужно Создать Какую Асимметру В данном Случа Наша В любом Случа Кривизна Намотки Какой бы Ты Тор Не намотал Она Создает Вот То есть Единственное Что Торы Которые Уже Больше Чем Больше Чем 50% Центр Они Достаточно Такие Мягенькие Слабенькие Почему У них Физически Разходится Центральная Часть Далеко Отсутствуют Вообще Высокие Частоты Электростатические Заметил Ну и Вот То есть Это Сам Значение Отметил Вот Пример 137 Миллиметров По внешнему Диаметру Почти 66 Миллиметров По внутреннему То есть Получается Вот 65 Наружно Ну почти Один Двум Это Даже Если Проекции Смотреть Вот Значит Ну и Теперь Надо Вопросу Это Мы рассмотрели На соленоидах Как Данная Система Получается На Плоских Катушках Вот Это Отдельный Разговор Потому Что Там Немножко Все Выгран Это Получается С одной Стороны Вроде Все То же Самое Если Вот Мы Нарисуем Плоскую Катушку Допустим Вот Это Будет Центральное Отверстие Вот Так Вот Это Ее Крайш Значит Сразу Нарисую Допустим Две Секции То есть Физический Провод 50% Здесь 50% Здесь Но Сразу Вот Смотри Что Получается Гармоники Которые Будут Вписаны Сюда Вот Он Как Б Получается Один Тор Который Вокруг Вот В центре Получается Второй Вот Она По сути Наша Электростатическая Разница Частоты Которая Возникает На Плоской Катушке Если Даже Мы Одинарно Умотаем Это Стенка Блок Просто Включаем Последовательно Вот Мы Получаем Разницу Частоты Электростатик Которая Собственно У нас И работает Теперь Можем Посмотреть А что Мы Делаем Не совсем Верно В этой Системе То есть Как Мы До Этого Рассмотрели Если Мы С тобой Возьмем Один Одну Половинку Поставим Ну На Примере Соленое Поставим На Него Вторую Половинку У нас Получается То Что Мы Некорректно Собственно Говоря Мы Гасим Собственно Родные Частоты Которые У нас Были То есть Мы Получается Искажаем Изначально Систему То есть Там Получается Избыточный Электромагнитив То есть Вся Система Начинает Сваливаться Не К Динамическому Вращению По кругу А Сразу К Калипсоидному Не калипсоидному То есть Может быть Калипсоидному В реале То есть Мы Получаем Вот Постоянные То есть Ускорение Замедление Ускорение Замедление А это Электромагнитив То есть Как Преобразовать Систему Так Чтобы Она Не мешала Сама Себе То есть Исходя Из того Чтобы Мы Посмотрели На соленоидов Мы Получается Должны Сделать Следующую Лигу Если Мы Берем Плоскую Катушку То Условно Там Наматывается Почти От центра Мы Должны Поделить На Три Части Где-то Это Примерно Вот Так Получается Значит Реальные Данные Для Плоской Катушки То Что У нас Получается Я Взял Здесь Просто Так Набросал То есть Пропорции Остаются Примерно Одинаковыми То есть Три Сектора По 10 метров Дефиляра Из 0 Провода Что Получилось По Расчетам Данных Получается 56,7 Миллиметра Радиус Внутренней Части Потом Вторая Секция 81 И Третья Секция 98,1 Значит При этом Вот Такой Список Параметров По Данной Катушке Значит Что У нас Получилось Помимо Радиусов Значит Центральное Отверстие Я примерно Взял За 5 Миллиметров Но Поскольку Там Тяжело Намотать Поэтому Я Немножечко Там И Оставил В идеале Конечно По Расчетам Получается 0 Но 0,5 Миллиметров Это Всего Мизер Это Допустим Получается Порядка 80 Миллиметров Квадратных В центре Отверстия При 10 Тысячах Квадратных Миллиметров Площади На Одну Секцию То есть 80 К 30 Тысячам Погрешность Минимальная Значит Что У нас Получается Значит Довем Такие Вот Данные Получаются Следующие Моменты Значит 54 Миллиметра Это Сечение То есть Радиус Ширина По сути Является Первой Секцией Значит Потом Получается Тут Идет 23 Половины Тут Идет 18 Ну Я Без 100 Дали Там Понятно Дело Что Есть Небольшая Мелкие Огрехи Значит Что У нас По всей Этой Системе Теперь Смотри По Коэффициентам Отношения Давай Подпишем Вот Это У нас Радиус Подпишем Так Р1 R2 R3 Значит Отношения Идут R1 Деленое R2 У нас Будет Равно Парине С двух При этом Местами Перепутав Большую Сторон R2 Деленое На R1 Далее R3 Деленое На R1 Будет Равно Корень Из Трех И R3 Деленое На R2 Будет Равно 1 Целое 225 Тысячных А это Будет Равно У нас Корень Из Трех Деленое На Корень Из Дух То есть Трехсекционная Плоская Катушка Полностью Соответствует Геометрии Собственно Горе Идеального Треугольника В ней Сразу Выполнены Все Пропорции Значит При этом Отношения Обратите внимание Это были Радиусы Это отношения Радиусы А теперь Смотрим Отношения Самих Сечений 18 54 1 3 То есть Вот она Наша Единица Вот она Наша Тройка Это Самое Главное У нас Уже Есть Два Электростатических Объекта С частотой 1 Трем Сразу Но Вспоминай Планетарку Оба Эти Объекта Должны Вращаться В одну В одну Сторону Если Мы Исполняли Без Зазора Они Физически Не Могут Вращаться В одну Сторону Две Шестеренки Сцепленные Вместе Шоркаются Врабатывают Магнитик Они Вращаться Что У нас Получается С этой Штуковиной То Что У нас Сектор Номер 2 Секция Номер 2 Она Является По сути Вот Этой Вторичной Шестеренкой Помогатель Сателлиты По сути Наши Сателлиты Вот Они Вещи Получают Эти Дружно Сюда Вместе Пошли Эти Дружно Сюда Вместе Пошли Второй Сектор У нас Является Согласующим Для Первого Третьего То есть Просто Намотав Три Одинаковых По сути Это готовое Устройство Уже Будет Идет Полностью Готовая Геометрия Со Всеми Согласованными Параметрами Очень Такой Интересный Момент Если В расчете Применить Совсем От Самого Центра То Мы Получаем Не Три К Одному А Здесь Число П Но Правда Там Оно Получается То есть Не от Нуля А Там Биение Выставляется Знаешь Какое 0,2 Миллиметра На катушку Из 20 Сантиметров Примерно В диаметре У нее Биение Составило Для Число П 0,2 Миллиметра То есть Эти Жеста Биение Центра Оно Всегда Присутствует Даже На Какие Объекты Собственно Говорят Не Брали То есть В физическом Исполнении То есть В любом случае Оно будет Появляться Из-за кривизны Обмоточек И всего Остального Нет С этим Как бы Ничего страшного Потому что Кривизна Свойственна На природе Из-за кривизны Возникает Биение Из-за Биения Возникает Дополнительная Работа Что нам Нужно Хорошо Мы получили Две электростатики Одна Здесь Вторая Здесь Мы имеем Идеальное Соотношение По частотам Взаимодействия Возникает Следующий Вопрос Какова Мощность Системы И что Мы подразумеваем Под мощностью Работы Двух Электростатик Их Можно Заменить Логическим Сперементом Другого Плана У нас Есть Один Блин Вращающийся У нас Есть Блин Другой Вращающийся Значит Сила Их Взаимодействия То есть Они Вращаются С частотами Один Трем То есть Если бы Они у нас Вращались На одной Частоте Не важно В каком месте Мы пространту Находимся Между ними Вот Наше Напряжение Вот это Кстати Оно У нас Равно Нулю То есть В данном Случа У нас Оно Один В трем Вот И Самый Главный Момент Что Такое Мощность В этой Системе То есть Если Мы Касаемся Ну Условно Касаемся Этими Объектами Друг Друга Вот Они Вращаются В одну Сторону У нас Происходит Выравнивание Скорости При этом Полно говоря Мелкий Вращался Быстрее Потому что Он легче Соответственно Он получается Подкручивать Большой Выравниваясь До его Скорости Вот Этот Собственно Говоря Момент Ну Или То Что Мы Называем Импульс Вот Мы Собственно Говоря Снимаем После Чего Система Должна Вернуться В Исходное Состояние И Соответственно Скорости Будет Приведены Опять К Согласования Но Они Физически Так Согласуются Потому Что Они Заданы Габаритами Так Вот Мощность В данном Случа Она Все По той же самой формуле Где у нас Очень важно Что Ускорение А с какой Скоростью Будет Происходить Перераспределение Одной Электростатике Другой То есть Выравнивание Скоростей То есть Именно С какой Точнее Не скоростью С какой Частотой Это будет Происходить Значит Здесь Очень Интересный Момент То Что Если бы У нас Просто Были Две Электростатики Вращающиеся В разные Стороны То Установив Любую Скажем так Обмотку Или еще Чего-то Она Просто Схлопывает Электростатики Преобразуя В этот момент В импульс В электромагнитизме Больше Ничего Не происходит Поскольку Два Объекта Вращаются В одну Сторону То Мы Имеем Как бы Нестандартный Диполь Выраженный То есть У нас Вот эти Характеристики Которые Вот эти Больше И меньше Они у нас Образованы Именно Вращением В одну Сторону На разных Частотах Чего У нас Как бы Сказать В обычных Обмотках Не происходит То есть Мы физически Реализовали Одну Электростатику Здесь Вторую Здесь Теперь Мы должны То есть У нас Есть Увлекаемая Инерция Которая Среды Она Очень Маленькая Но Возникает Вопрос Частоты С какой Частотой Мы будем Перераспределять И возвращать В систему Все это Делаю обратно Вот тут Есть Интересное Решение Насыпать туда Шариков Которая Нарисована У каждого Дома А то мы Смеемся Над всякими Картинками Там Знаешь Где Вождь С часами На лбу Всякие Перья Всего Остального И так Далее А тут У каждого Дома Все это Мы считаем Что все так И надо Потому что Мы люди Образованы Немножко Оказывается Не так Это я сейчас Попытаюсь Даже самое Стовать А Так Я сейчас Попытаюсь Чуть Меньше Искажение Я прямо На леснике Изображу Вот наша Плоская Катушка Значит Вот у нас В центре Наш второй Сектор Значит Вот это у нас Получает Центральная Часть Это вот Одна Обмоточка У нас Я так Чуть Заштрихую Чтобы было видно Это вторая Вот У нас Остается Между ними Центральная Часть Значит Что нам Нужно Сделать Центральную Часть То есть От двух Этих Электрокатер Чуть Чуть Сюда Переключусь Так Вот это у нас Получается Обмотка Номер Один Покрупнее Тест Номер Два И вот Эту Номер Три Это Номер Три Значит Между Первый И Третий То есть Если Мы Вот Здесь Собственно Здесь У нас Лежит Кусок Вифиля Мы Можем Закратить Тут Получаем Одесс Значит Все Стандартно Но Если Вот В этом Месте У нас Лежат Витки Обмотки То Что У нас Получается Вот Эти Витки Которые Находятся Ближе К Первому Сектору Они У нас Получаются До середины Наводят Приоритетный Эдс С этой Стороны Витки Которые Находятся Вот Здесь Они Соответственно Обычная Индукция То есть Чем Ближе Мы Находимся К Току С Проводом С С С Тем Соответственно От Расстояния Мы Получается Больше Получаем Индукционный Ток Значит Но Нас Не особо Сильно Интересует Провод Чему Мы Должны Получить Максимальный Ток Из этой Системы То есть Положить Козы Виток Но Если Мы Просто Положим Козы Виток Мы Просто Убиваем Систему В плане Того Что Получили Мы Этот Ток В Проводе Допустим Даже Там Если Мы Тут Вкачивали Допустим 100 Миллиампер В эти Обмотки Ну Пусть Даже Мы Ампер 2 Ампера Тока Получили На Нулевом Напряжении Нам Это Ничего Не Дает Значит Подходим К режиму Использования Тока Проводу На Наши Нужбы Так Здесь У нас Получается Тут Основные Вот Они Электромагнитные Потоки В две Стороны Теперь Мы Между Ними Должны Как Установить Согласующие Кравидальные Образования Вот Такого План Вот Они Наши Тороиды Которые Они Должны Вот По кругу Вот Они Наши Шестеренки Вот Наши Планетарки Которые Мы Рассматривали Механические Сателлиты Да Сателлиты Вот Ну а дальше То Что Собственно Каждый Из Вас Возможно Даже На себе Найдет Ой Помните Сейчас Покрупнее Пока Нарисую Больше Более Наглени Все таки Листики А четвертого Формата Маловато Вот Теперь Рассмотрим Что у нас Получается Значит Даже Так Просто Повторюсь Посмотрим Двес Но Вадимый Вот В этом Кусочке Провода Направлено В одну Сторону В одну Сторону Эдрес Наводил И вот В этом Кусочке Провода Направлен В эту Сторон Направлен Направлен В эту Это У нас Как лежал Короткозам ПТ-виточек Так и лежит Короткозам ПТ-виточек Значит Вопрос Эдреса Который Наводится По центру Значит Здесь Получается Физически Мы провод Развернули В обратную Сторон условно говоря мы сейчас можем его даже здесь не считать то есть он у нас вот этот участок и ds как по сути не наводит потому что основной адрес вот на этот кусок у нас от 1 сектора вот на вот этот вот 3 центральная часть она просто идет о банально по проводу она просто проходит вот сюда и с как бы токнас обратном направлении а что у нас получается если на стоп в обратном направлении вот наша петля получилось вот у нас оттуда зашел по если он прошел сюда здесь у нас вышел а получается вот это вот следующее то что здесь поток идет на нас есть идет от нас то есть Мы получается, что в этом месте создаем на основании высокого, большого тока кучу тароидов, которые мало того, что общие силы Лоренса объединены по общему кругу. Вроде бы кажется, да? Мелочи. А теперь физически на это дело посмотрим. Значит, ток, индуцируемый в данный виток, не вызывает прямой нагрузки на сектора 1 и 3. Это, по сути, лежит сердечник. Сердечник с автоматическим холостым ходом. То есть, к чему сердечник? Мы в прошлый раз затронули, опять же, сердечник и его работу. То есть, мы, получается, когда мы сделали катушку, мы подаем на нее ток. У нас возникает силу Лоренса через центр. Металл, получается, наводит кучу мелких, короткозамкнутых потоков. Зацикливает токи. Он в кольцевые токи преобразует. Так точно. А уже все эти мелкие вкладывают свой общий спинк, выкладывают общую реактивку большую, которая своей силе Лоренса, по сути, противодействует нашей. Вот мы получаем что? Как бы холостой ход. То есть, физически, сердечник это как бы нагрузка, только которая не схлопывает реактивку, а выдает реактив. Здесь то же самое. То есть, если мы индуцируем и ток на одном витке, один виток для общей системы, начинаем просто банально вот так подкладывать. Ну, есть и другие различные формы. Противодействия нет? А нет, оно не то, что противодействие. Получается, что даже если мы большой ток здесь пытаемся навести, то с такой же мощностью производится тароид, который выдает обратную силу Лоренса. То есть, но теперь самый главный момент. Если мы просто положим первая обмотка и третья обмотка, и подадим, допустим, на них точим, ничего не будет. Почему? Потому что у нас ток, допустим, если это провод 0,5, и мы по нему просто подадим постоянно, то у него там частота 190 гигагерц на 0,5 проводе. Мы не попадаем в диаметры, то есть, мы не попадаем в геометрические размеры всех вот этих вот наших петелек и всего остального. То есть, подходим, опять же, к тому же, что никаких токов в природе не используется. То есть, используются только вот такие вот реактивные элементы, где в ответку выдается именно силу Лоренса. То есть, по сути, мы подходим к вот такой интересной схеме. То, что... А как тогда у нас должны быть запитаны сектора 1,3? Получается, что они должны быть запитаны куском провода с током, но который не подключен ни к чему. То есть, чтобы он мог автоматически, то есть, в гемкостном плане выдать ту частоту, на которую намотан КЗ-Виток. И тут получается вот такая картинка. Я вертикально нарисую. Вот как бы наши изначальные три сектора. То есть, что у нас здесь получается? Если мы здесь взяли, допустим, и подключились вот так, то с первого на третий сектор. Вот, пожалуйста, мы создали провод, в котором вот здесь у нас течет ток. То есть, ток у нас получается ближе вот здесь, вот к этой грани. Вот здесь у нас краю напряжения вот этого провода. То же самое ток получается вот здесь, вот к этому краю напряжения, к краю катушки. Если мы до этого рассматривали, допустим, бифиляр, или там просто, допустим, одна емкость вот это и петаль за вот это. Соответственно, вот на хвостах напряжение. То есть, все то же самое. Но теперь мы вводим второй элемент. Значит, получается, что задержка, во-первых, мы физически разнесли задержку. Вот я второй сектор стираю, потому что он нам изначально как бы требовался только для создания идеальной геометрии. Нет, его тоже можно использовать. Сейчас нарисую. Как? Но То есть, если он там бифом намотан. Но получается, что у нас лежит кусок провода обычный индуктивный, в который внутри зажат ток. Все. Но он ни к чему не подключен. Физическая задержка, то есть, вот у нас получается, здесь у нас, допустим, северный полюс, здесь у нас южный полюс. Мы даже выделяем в данный момент низкочастотную компоненту разницу хода между северным и южным полюсом. В данном случае он равен длине провода, который у нас используется вот здесь и вот здесь. То есть, мы, по сути, ушли от сотен гигагерц пришли на удобоваримые частоты, которые нормально наводятся на провода. Которые могут работать уже как бы полосные структуры. Но самое главное, что плоская катушка в этом плане, она полностью готова работать. То есть, сама геометрия намотки уже создает все готовые параметры. То есть, если относительно соленоидов, это то, что я подвозил. Расчет длинения на корень четвертой степени из трех. То же самое по внешнему. Внешнего, допустим, соленоида, рефлектора, у него, наоборот, увеличение диаметра на корень из трех и укорочение на корень четвертой степени из трех. То есть, то здесь намотав плоскую катушку все эти параметры уже выдержаны все согласовано автоматически но самое главное что второй сектор получается он как бы выпадает из системы в том плане если мы мотали его работ но если мы хотим это мы получается можем вот таким образом создать максимальную частоту обмена мощностью между первой и третьей размеры вот этих вот собственно говоря загогулина которые будут любые накрутили и всего остального они здесь получаются просто для формирования поперечной электростатики то есть мы имеем вот он порт с маленькой дырочки вот он порт большой руль у нас и мы имеем согласующие поперечные торы которые да еще и по кругу замкнут и все вору а что получается когда общая сила лоренса по кругу замыкает в этот момент производится еще и дополнительно электромагнитный центр то есть это одновременно как бы и свч преобразования с учеб взаимодействия двух электростатик и в то же самое время как бы получение именно высокочастотные вибрации в электромагнитизм то есть они в любом случае все связаны но потому что сначала мы помощью тока то есть и то только получается что возникающий ток нагрузка получается вот допустим на вот этот вот провод который первый третий сектор они получаются нагрузку сколько пытаемся схлопнуть их реактивку на один виток это происходит очень быстро но но в этот же самый момент получается мы выдаем что в ответ кучу торов они хоп и подперли вот эта вот часть вот она прямой вот они как мы их рисовали вот он бифеляр тесла вот она первая часть вот она закорочена на вторую часть вот она все то же самое только высокочастотном для полон и плюс они сразу же геометрически верно уложены если не использовать вот вот эти всякие различные штуковины попытаться напрямую использовать тот бифеляр который остался внутри того же диаметром то мы получается должны сделать что у нас есть кусок провода который здесь уже в мотом который здесь лежит но мы четко знаем что мы должны преобразовать именно к спирализации второго порядка здесь все то же самое если мы мы оставляем внутри лежащий бифеля просто как рефлектор все вот это вот система вот она готова катушка которая производит взаимодействие двух электростатик на как бы сказать чистоте взаимодействие один к трем по именно диаметру электростатики и в то же самое время они не просто то есть они не только на внешнюю среду опираются они опираются в данном случае на емкость вот этого бифеляра фактически опять же лишь то же самое что и прошлый раз рассматривали мы подошли к чему у нас есть две обмотки которые собственно говоря относительно как бы рефлектора работает все то же самое только здесь сразу выдержана правильная геометрия почувствовали вот это просто нечистоты то есть если допустим так медичку не используют уже провели ребята круто ведь работать но ты самое главное что системе нет вообще привязки к токовой компоненте то есть мы вообще отключились получается то есть мы можем только емкостным способом подать насыть систему дальше получается что есть у нас работает две емкости которые работают через третью но они перпендикулярны друг другу разрыв цепи перпендикулярен дефиляру тесла они работают по разной компоненте тот момент когда допустим вот это насыщает внутри в этот момент бюджет наоборот пробраться наоборот то есть они по процессам они перпендикулярны вот мы имеем ну так можно назвать c lc хотел заметить гениально вот но и если возвращаться уже так с юмором к тому насколько мы деградировали вот но те же самые там знаешь там всякие самоварчики не самоварчики и всего остального почему они работали почему так назывались там это надо что у нас чем вообще получается у нас допустим какая то есть какой-то область на чем-то намотан вот такой ширины потом между ними идет собственно говоря полоска как обычно свой какие барельефчики красивые как бы можно все так получается и потом допустим более тонкая вот такая часть вот у нас получается что если в воздухе находилась стоячая волна у нас есть два объемных как два объемных короткозампутых витка один виток и второй виток но они физически имеют разную электростатическую емкость по отношению к внешней среде значит на основании работы двух этих у нас возникает этот тдс точно так же у нас получается наводится вот в эту сторону здесь у нас получается встречный но ты поскольку он находится между двумя он всегда как бы заряжать работает он по сути как бы на как как стенки блоха находятся вот этого частью но вот что у нас получается у нас удается у нас выдаются очень мощные электростатические взаимодействия то есть мы получаем что налита нас там водичка у нас вся эта водичка если посмотреть вот сверху вот у нас наш наша посудинка вот этой вестинки у нас получается что крутятся тары вот так ну простите а частоты то какие а частоты зависит вот от размеров вот этих это стандартная сейчас радиотехника можно вам мобилу старую открыть и посмотреть это выполнена антенна гиггерцовая все то же самое то есть получается что внешняя среда наводит эдс на вот как завиток но два штуки к завитка задача чтобы у них было по электромагнетизму 1 частота но поскольку это один виток и один виток это будет одна частота за напряжение но но в этот момент у них разная частота по электростатике что они физически разные диаметры либо разные сечениями возникает соответственно вот это поперечная собственно вращение атероидальная высокочастотно и соответственно было там у нас жижечка нас она вас начинает подкручиваться высокой частотой данном случае чем мы им имеем нагрев вот вам и самого вот это все было и работало да при том когда наши твои мои храмы прекрасно работали все это дело красно стояла в стоячих волнах все это работало ты была хороша тепло светло вот ну что скажешь замечательно столько информации проблема вот этой всей гармонической частью проблема с лингвистикой по сути нет речевого какого-то привычного аппарата по сути чтобы вообще это хоть как-то рассказать передать да просто тыкаешься в то каким-то чуть-чуть как назвать то вообще а картиночки мне вот эти которые ты показывал в электронном виде если у тебя есть скину слушай я тебе значит сброшу еще разочек ссылочку на леонардо да винчи его 200 листовый кодекса там порядка 50 страниц выборов которые были меня сохранились то есть чтобы люди могли сравнивать то что мы рисуем это давно рисовалось я еще сброшу ссылку на книгу немецкого автора как раз где он изначально проектирование гармоник подходит на небольшая к сожалению находится она написана на старом немецком языке но но переводчик не справляется говорилось человеком возможно возможно мы ее переведем она не очень большая поэтому то есть тут лишь как просто то есть перевести ее как то есть без понимания гармонического плана перевести смысла никакого это художественная литература получится попробуем скомбинировать вот этот момент он переведет как понимает на русский а я попробую как бы логику скажем так скорректировать чтобы она нормальные лихривые процессы описывал этот перевод то есть автор как раз все это дело взял из более древних источников уцелевших вот то есть но а так получается что то есть вот да мы приводим кучу механических примеров антигравлических эффектов и так далее очень хорошо это видно по тому же самому работам да винчи нас учит ой да винчи был хорошим механиком ну конечно механиком был он пытался донести точно также на механических примеров мы получается рассматривая знаешь как планетар куда мы тоже механики заниматься он вихревик да да мне очень кстати понравилась там вещи такая у него нарисована асимметричный камертон него нарисован камертон как бы этими самыми выступами два к одному вот так и очень интересный был у него способ приведения его его как бы стать звучанию здесь это получается как бы кнут с этой стороны вот здесь у него там нарисовано колесо которое видимо одевается и плотненько может вращаться на этом месте а вот это колесо она уже приводится как бы в действие другим каким-то самым элементом то есть что получается как как задать камертону постоянно поддерживающейся частоту получается вращать вращающийся вот этот объект начинает проворачивать условно допустим резинку на железке но возникает высокочастотная вибрация которая не получается что вот камертон с таким рефлектором вот получаем стоячую волну вот здесь вот это очень немножко так нестандартный то есть абсолютный подход то что да винчи а я раньше вообще такого не слышал не видел я сразу тоже я сначала тоже естественно не понял я смотрю на это дело то есть вроде бы камертон но не понятно почему как бы второй рог у него заглушен но потому что нельзя касаться второй части камертона он заглох не будет звучать как его заставить постоянно а тут получается очень хитрая вещь то он получается как раз вот эту вот центральную часть то же самое получается вот он напряжение а вот он человеку не хватало генератора взял и придумал да 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 при правильном понимании хватаешься за нужную часть вот я тебе эти самые картиночки сделала вот эти вот силы я их при припеке преобразую туда сброшу и ссылки я в описании все прикреплю хорошо саш да 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 я сейчас туда этим займусь вот ну я там дополнительно подпишу соотношения чтоб можно было сразу посчитать ну чтоб визуально было видно и табличку это вот с расчетами катушки трехсекционных да я просто в excel и программку написал который тот самый эти катушки скидывай все прощит все пригодится хорошо хорошо они приступаем к этому к дальнейшему изготовлению меня уже тут током побила хорошенечко напряжение верни 200 вольт с 5 с 5 202 вольта и ток в районе где-то 7 ампер и это все вот так давай скрещивать имени как треханула сколько там получается все через емкостях да 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 то есть лишь видишь игры получается необходимое 2 по сути получается как бы 2 2 вторички которые являются производят только реактив но значит и уже между ними геометрически ты должен вставить козы виток по которому индукционный ток хотел херачит выскочить очень важный момент для при работе с сердечниками забыл написать значит при работе с сердечниками там то же самое получается поскольку наше напряжение напряжение у нас получается равно это у нас примеру у 1 равно f1 деленное просто на f какая-то f основания допустим это речь про электростатику если на одном сердечнике собственно мы находимся то есть у нас допустим есть 2 обмотка то вторая обмотка у 2 у нас будет равно f2 все делено на то же самое f источник один тот же то есть как бы сказать вот вот он наш общий минус у этих двух обмоток а вот они наши два плюса то есть обрати внимание ответ что у нас получается у 1 деленное на у 2 равно f1 деленное на f2 то есть по сути собственно говоря мы получаем при работе на одном сердечнике напряжение то есть при общем минусе обмотки напряжение пропорциональной электростатической частоте то есть если мы на допустим плоских катушках на воздухе мы это геометрически решали то на сердечнике у тебя идет прямое прямая пропорция собственно говоря именно по напряжению но этого давай в следующую коснемся там где мы сейчас железо следующую рассмотрим но просто по железу там немерено тоже здорово и у тебя уже куча экспериментов поэтому проведена у да ребята провели я в некоторых поучаствовал но то есть начальное направление от чего отталкиваться полностью получено но она дальше что электростатика и отталкиваешь хотя возможно как бы знаешь как до развития условно говоря тех же самых плоских катушек сделает немножко ненужного применение сердечника всего остального но хотя на сердечниках все то же самое можно делать частично видео ты уже видел а до видео как есть только отдельно своя отдельно свои особенности у каждого варианта работы то есть если здесь на плоских катушках вот тебе пожалуйста плоскость перевернулась и вот это туда тоже пошли по на железе просто как это не сделаешь требуется изменения в конструктиве но как бы этим поковыряемся рассмотрим добро давай до связи то никого не спасибо сейчас подготовлю рисуночки ага тебе тоже